Новая четырехполосная дорога должна появиться на участке от улицы Солнечной до Советской Армии. Она заменит собой небольшую двухполосную. Проект будущей магистрали пока на стадии обсуждения. Если его примут в работу, то помимо расширения магистрали в микрорайоне появятся дополнительные парковочные карманы, которых не хватает на пятой просеке, а также автобусная остановка. Местные жители разделились на два лагеря. Одни выступают за преображение района, другие настаивают на поиске альтернативы. Потому что недалеко от дороги сейчас идет строительство новой школы. Активисты высказали свои предложения. Полосная также, по одной из каждой стороны. С одной, с другой стороны. Возможно, с карманами возле школы, если они необходимы. По закону, уличная дорога должна быть в ширину 25 метров. За эту отметку строители зайти не имеют права. По нормативам мы здесь можем располагать от двух до четырех полос. В этих границах мы и работаем. Благодаря расширению проезжей части может появиться разделительная полоса с газоном, чтобы усилить безопасность на дороге. Дорога строится на перспективу комплексного развития микрорайона. Основная цель строительства этой дороги – это обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей микрорайонов. В планах дополнительная автобусная остановка. Ее необходимо разместить не дальше 400 метров от будущей школы. Поскольку водить детей туда будут не только жители ближайших домов, но и самарцы, которым нужно добираться до нее на транспорте. 400 метров – это не только от школы должно быть. Это, в принципе, от любого дома, который есть на пятой проске. Мы понимаем, что эта проблема на самом деле сейчас не решена, потому что идти там не от всех домов у нас будет до остановки на Солнечном, до остановки на Советской Армии будет 400 метров. Но где больше расстояние. Разные обстоятельства. Есть женщины с колясками, беременными, еще что-то. Их права интересы мы тоже должны понимать. По итогам всех обсуждений депутат Государственной Думы Александр Хинштейн принял решение организовать рабочую поездку на место предстоящей стройки. И вместе с главой города Еленой Лапушкиной определить дальнейшее действие. Нам нужно найти тот алгоритм и то решение, которое устроит большинство населения. Мы будем принимать решение, повторяю вновь, отталкиваясь от здравого смысла, мнения подавляющего большинства интересов города. Жителям пятой просеки предстоит еще много общественных обсуждений и голосований. Окончательно проект строительства новой магистрали утвердят с учетом тех решений, которые примут жители. Мария Левина, Василий Кладошов. События.